29 октября в Кишиневе состоялся 8-й чемпионат Молдовы по бодибилдингу и бодифитнесу. Многочисленные номинации позволили спортсменам всех категорий принимать в нем участие. Добрый день, меня зовут Оксана Буну. Вы здесь кого-то поддерживаете? Да, я впервые пришла, мне было интересно. У меня есть мой очень хороший друг. Он занимается очень долгое время спортом и решил первый раз выступить. Да, я пришла его поддержать. А как вы вообще относитесь к этому виду спорта? Знаете, раньше мне было, ну, очень странно. Как бы это что-то незнакомое для меня. Я чуть-чуть в последнее время начала изучать. Это, ну, очень большой, долгий труд. Данным видом спорта занимаются не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Я пришел получить впечатление. Лично ни за кого не болею, но просто рад поприветствовать всех участников и посмотреть, что они покажут. Вы здесь кого-то поддерживаете или просто как зритель? Я здесь поддерживаю своего будущего мужа. Он для гостей Кадурару. В какой категории он участвовал? Он участвовал в категории юниоров и в категории от 95 килограмм. Каково это быть женой атлета? Он ведь, наверное, много времени проводит в спортзале. Это очень ответственно, но самое главное – это поддержка изнутри семьи. Очень много тренировок, также специальное питание, диеты. И в этом нужна поддержка, в первую очередь, в доме, в семье. Я поддерживаю, мы всей семьей поддерживали, как могли. И я считаю, что он принес самые лучшие результаты, поскольку когда-то он это начал буквально недавно. Он сегодня дебютант, и он за очень хорошие успехи. Я за него очень рада. Пожалуйста, в какой категории участвовали вы сегодня и в какой международной? Сегодня я участвовал в категории 85 килограмм. Это, можно сказать, мой прорыв, потому что до этого я выступал в категориях 70-75. Вот в прошлом году я выступил в категории 80 килограмм. В этом году я добрал, спрогрессировал на 85 килограмм. То есть у меня была не столько цель победить, сколько продвинуться дальше к своему максимальному результату. То есть у меня цель подняться более на высокий уровень, килограмм на 90-95 и соответствующие результаты получать от этого. Я, можно сказать, почти ветеран. Как бы ветеран молдавского бодибилдинга, но по возрасту, конечно, до ветерана мне еще чуть-чуть осталось. А почему вы увлеклись этим видом спорта? Это ведь спорт? Ну, конечно. В первую очередь это спорт. Ну, как все пацаны, когда был молодой, решил пойти в зал, набраться немного силенок, чтобы окрепнуть телом, духом. Ну, постепенно оно меня завлекло. Потом это переросло в увлечение такое более серьезное. Ну, с увлечения уже перешло на работу. Абсолютным чемпионом Молдова по бодибилдингу стал молодой перспективный спортсмен Владимир Ямко. Ровный год, как я выступаю. В прошлом году я занял первое место в мужчинах до 85 кг, второе в юниорах. Весной я занял первое место в юношах на чемпионате в Тирасполе. Второе место в... Второе место до 75 кг. И в этот раз, как бы, решил выжить из себя по максимуму и сделал свое дело. Спасибо огромное Дмитрию Сергеевичу, моему тренеру. Он помог. Помог, помогал готовиться. Ну, результат вы видите, Сай. А ожидал победы или это неожиданно? Нет, я хотел, хотел выиграть. Я старался, делал все по максимуму. Все возможно. Спасибо всем, кто за меня болел, кто переживал. Мало, я люблю тебя. Дальнейший план? Думаю, весной будем готовиться к чемпионатам Балкан, к балканским чемпионатам, которые будут проводиться у нас в Молдове. Скорее всего, на этот турнир я буду готовиться. Сегодня представляются лучшие спортсмены Молдовы. Практически больше половины из них уже ребята, которые выступали на международных сценах. Сегодня представим новый уровень судейства, новый уровень подготовки спортсменов. Судейство немножко будет изменено. То есть будут штрафоваться за разные неподготовленности, неправильное позирование и так далее. То есть до этого момента в Молдове такое не практиковалось. Сейчас Европейская международная федерация нам ставит условия по поводу особого внимания позированию, стандартному позированию. В принципе, я доволен уровнем участников. Больше всего доволен уровнем посещения. То есть зал, потому что мы все-таки в последнее время сталкивались с очень неприятным явлением. То есть невозможность подготовиться спортсменам к соревнованиям. Из-за этого страдало, естественно, посещение. И победивший, то есть чемпион Молдового в бодибилдингу, он будет представлять нашу страну на международных соревнованиях? Да, абсолютный чемпион. Обязан представить Молдову на чемпионате Европы, чемпионатах мира. То есть это его обязанность прямая.